Сэйно, я честно говоря в полном восторге от вашего выступления, и мне понравились якутские песни, японская песня. Я считаю, что это ваша самая сильная сторона, и не Мириматье, не вот это все, даже не Дит Пиаф, а вот это. И скажите, а в вашем репертуаре есть еще такие вот песни народные, типа Сакуры, японской песни? Мне очень нравится, я решила как бы не утяжелять, так скажем, восприятие зрителя, потому что сегодня совсем другой формат. Мне было тяжело, потому что сольный концерт давать вот в таком формате заведения, это очень тяжело на самом деле. Потому что ты не можешь за это время рассказать о себе, а надо как-то умудриться, потому что тебе дали шанс, тебе надо выложиться так и попробовать показать себя с разных сторон. Ну, я очень люблю песни на бурятском, на монгольском, есть очень красивые песни про маму, у нас тоже много песен таких есть, много того, что я, конечно... Но сегодня был шанс спеть эти песни тоже, по-моему, да, и использовать эту площадку для того, чтобы... Ну, да, надо было как-то умудриться, то есть собрать действительно, не знаю, бисер. Да. Разноцветный бисер, и чтобы это получился красивый узор. Потому что просто так нанизывать разные бусинки, это очень какой-то должен быть результат, наверное. Потому что любой труд артиста, если ты просто поешь, да, сегодня я пришла, спела, это моя работа, это не твое. А если ты хочешь продолжение, и тебе вот... Мне очень нравится, когда после концерта подходят совсем незнакомые люди, обнимают, целуют, говорят такие слова, так хорошо, как будто столько вокруг много родных людей, с которыми вообще-то ты встречаешься впервые. Ради этого, как бы стоит, мне кажется, что-то быть на сцене. Конечно, это вот отношение талантов и поклонников, да? Да. Для меня это оценка. Для меня это оценка, и... Потому что у нас, например, дома в Якутии, вот так открыто не показывают свои эмоции. У нас якутский народ, он более сдержанный, он не эмоционизирует так. Ну, это северный народ у вас такой. А северный, наоборот, они очень такие экспрессивные, то есть это... Вот первый выход был якутский, да? Он более такой вот, ну, более сдержанный тоже. Мне как бы не было тяжело, надо показать это. А северный, он вообще вот... Там все, не знаю, все движется. Поэтому с этой стороны интересно. У меня бабушка венкийка, поэтому... То, что я вот выросла на прайнем севере... Моя мама, она из Якутии, да? То есть она из Южной Якутии, папа из Северной Якутии. И нас отправляли туда, к бабушке. Там вообще другая культура, чисто якутская. То есть как-то все-все по-другому. И вот параллельно ты между этими двумя культурами. И мне до сих пор пишут, до сих пор пишут и говорят, почему ты только показываешь на концерте и то, и то, и то, смешивая? Почему ты не показываешь только якутский концерт? Почему ты не показываешь только воинский концерт? Говорю, ну простите, я говорю, я не могу себя разделить на две половины. И я выросла в интернациональной атмосфере. И в нашем поселке была музыкальная школа, и все были преподаватели из разных, из Баку, из Кемерово, Ворошилово-Град. Совершенно разные были преподаватели. И я даже не знала, из Средиандии, и Латвии, и Литвы были. Мы не знали, что такое, вот так вот делить. Скажите, Саина, ну вами гордятся, конечно, на родине, да? Естественно, вы... Ну, слава Богу, большинство, да. Скажите, а вот этот вас, вот эти шаманские песни, вы... Это искусство просто? Или вы действительно какое-то вот... Вы в такое погружаетесь экстатическое состояние? Вы действительно шаманите? У меня есть учителя, и один из них, он... Ну, он певец, у нас говорят, что певцы уже шаманы, да, сами по себе. Раньше их сравнивали с шаманами, потому что они как сказители, то есть делают людям добро, меняют мировоззрение людей, и поэтому они, видать, их называли шаманами. Но на самом деле настоящих шаманов у нас уже нет. Настоящих шаманов, у которого я была на Камылане где-то 15 лет назад. Он умер недавно. Это ленкийский шаман Савей. Я считаю, что кроме него никого нет. То, что вот сейчас называют себя шаманами, может быть, они действительно шаманы. Ну, я просто научилась управлять энергией. Мне очень интересно, как это делать. Ну, оказывается, есть действительно энергии, которые можно управлять. Это очень интересные эксперименты над собой, может быть, да. И это называется... Наверное, это называется раскрытие себя с помощью вот звука. И здесь, в Канаде, я почему-то очень сильно раскрываюсь. Потому что мне здесь дают творческую свободу. Я здесь пою то, что я там не могу петь. У меня работают также там и рестораны, и юбилеи, и корпоративы. Но ты должен на что-то жить. Фольклор там тебя, к сожалению, не кормит. И я всегда скучаю вот позаграницей, когда буду ехать, там выступить вообще в шкуре, не знаю, в тормозах. Мне очень нравится сидеть на оленей шкуре и львить. А это как бы просто опытная моя дотва. И чтобы совсем скучно не стало, я разнообразие делаю репертуарии. Вот. И, конечно же, я вот открыла, что перед выступлением, особенно перед северным, я раньше готовилась, я буду сейчас это петь, следующее, следующее. То есть у меня было так, запланировано. Но сейчас я заметила, что я уже не готовлюсь. Я говорю, как пойдет. Как пойдет. И сегодня вообще было по-другому. Вот северное, это было совсем. Я сегодня такой кайф ощутила от этого, что как-то у меня сдвиг, как лучшая сторона произошла. Потому что я сегодня ощущала это. А раньше все было как-то так, ну, номер, номер, там, следующее и песни. Все было статично, может, немножко боялась, там. А сейчас сегодня, вот именно в этом номере я чувствую, что есть какой-то продвижер. Ну, и никакой запланированности. Когда берешь пубин и хамус, ты не знаешь, что будет. Вот это ощущение здесь и сейчас мне очень нравится. Вы сами получили удовольствие от того, что делали. Да, я получила удовольствие. То есть это медитация такая, самогипноз. Да, доверие полное, полное доверие к себе. И ты должен отпустить себя. И так, когда я начала волноваться, волноваться, я чувствую, у меня голос в нем вообще настолько, он просто, он стал зиплым. Я испугалась, что что-то произойдет, то ли дым, то ли тут разные запахи или что, или я так волнуюсь или нет. Вот все. И я так испугалась, что у меня этих чаях не получится. Я стала там сидеть, страдать, потом помедитировала перед концертом. А, и, короче, успокойся. И все, расслаблялась. Ну, как-то надо там, видать, учиться. А то, что будет в следующем концерте, я его жду, потому что это будет такой, тоже, мы не репетируем. Вот это вот, хорошее такое состояние, когда ты приходишь и тут же начинаешь, начинаешь придумывать что-то сразу. Так интересно. И вот эти люди, музыканты, мне очень нравится этим, что они, им тоже нравится такая сработа. Кровизация. Очень интересно. Ну, вы исполните что-то вот из писем, что ли, народов мира, что-то такое мелодичное, национальное, да, вот. Ну, мы эту колыбель обязательно сделаем, она уже готова, да? Насчет этого, ну, я чукотскую хочу сделать, чтобы с залом, там, у нас нет танцевальный ансамбль, то есть у меня с собой, но я думаю, что чукотские мотивы можно попробовать. Потому что здесь именно коллективное должно быть, коллективное, как много голосов, я думаю, здесь получится. Ну, мы должны еще спеть кавер, аппар, мы, правда, не репетировали. Ну, просто первый раз я пою, уже, нас вот двое было, да, я Джордж, а сейчас мы будем петь уже с другими. И они хотят, чтобы было их больше, этих музыкантов, и чтобы этот проект Song Song Kaya, он был очень большой проект. Чтобы было много танцоров, музыкантов. Чтобы проект Song 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 Kaya именно носил какую-то вот миссию, да? Не просто там вот концерт дали, там, заработали, на сцене, а чтобы в головах у людей осталось, у нас как бы осталось там, что, да, все, что я делаю там. Я же, я же, я же действительно дитя природу, мне надо что-то делать, чтобы природа меня не наказывала. И так далее. Саина, а вы, вы здесь одна в Канаде, или вы с семьей приехали? Нет, у меня дочь в Якутске, мама в Якутске, папа у меня в деревне. Дочь моя, ей 20 летит, она будет в июне уже, я буду бабушей. И подумай. Поэтому я должна возвращаться, помочь, у меня будет в уру. Боже мой, это невероятно просто. Мне 42 года. Уже в мире. Ну, что делать теперь? Поэтому с вами сыграем мирное имя, и я приеду обратно в сентябре и буду. Но я на цели заработать. Ну, вы выглядите потрясающим, вы для бабушки, это просто. Я очень удивлен. Ну, Якубович тоже будет, да. Она вышла там, когда съемки были. Я говорю, мамочки. Он такой, а что, вы с мамой приехали? Он, нет. А с кем с дочкой? А где наша дочка? Дочка выходит там в студию. Это наша дочка. Вот, поэтому в сентябре, а мы же вот подали заявку, кстати, на первые нации в Ленипеге. Если, вот голосование будет у нас, и будут выбирать номинантов. Если мы выиграем, а в сентябре он награждение будет в Ленипеге. Именно этот проект «Сомс Аргайи». Потому что они попросили диск, который был выпущен, было назад. Скажите, а вот ваши, а вы выпустили диск один уже, да? Там есть эти все песни, да? Вот, «Сакура» и так далее. Нет. У меня есть диск, где есть «Сакура», он есть у меня в моем сборнике. Там где-то 70 песен. Это первый альбом 98-й год. А где это можно послушать? Вы есть в интернете где-то? В интернете iTunes. Нужно идти. И iTunes меня выставили. Но я сама не умела тогда. Пойду. Так. Отлично.